Девушки отдыхают Приветствую вас, дорогие зрители канала Виолити. Заждались? Нервничаете? Кому из вас приз достанется? Но перейдем к призам. Сперва конкурс зрительских, то есть ваших симпатий. Тому, кто прислал свое видео на наш конкурс «Моя коллекция». Мы выбрали победителя. Надо сказать, что вы очень азартно и горячо поддерживали участников. Напомню, это были Саша с коллекцией хоккейных карточек, Кирилл с игровыми винтажными приставками, Женя с коллекцией персонажей из мультфильма «История игрушек». Но внезапно выяснилось, что Женя победил у нас еще раньше. В нашей угадайке, а именно, чьи автографы вы увидите в нашем выпуске. Ответил он точно. Получил за это приз. А вот он! Всем привет! На ютуб-канале Виолити в ролике про музея автографов проводили конкурс, в котором я таки смог выиграть. И вот под самый Новый год ко мне приехал мой приз. По этому случаю я решил записать распаковку. Как казалось, мне досталась не только открытка с автографом Дмитрия Жогова и Худи от Виолити, а самый настоящий новогодний сюрприз. И до чего было приятно узнать, что мне подарили целую кучу подарков. А именно, фирменную компактную сумку Виолити, отличного качества. Я заглянул вовнутрь пакета и подумал, что это Худи. Но как же я был удивлен тем, что Худи на самом дне. А это футболка. Просто офигенного качества и с напечатанным благодипом Виолити. И оверсайзное Худи. Именно такое, как я просил изначально. Хочу поблагодарить сайт Виолити за чудесные конкурсы и за интересные и классные подарки. Спасибо, правда, мне очень приятно. По два подарка в одни руки мы не даём. Так что Жене ещё раз поздравляем с выигрышем. Но из числа претендентов конкурса «Моя коллекция» он выбывает. Но хочу сказать, что ваша коллекция, Женя, восхитительна. Осталось двое. Кирилл, Александр. Ваши голоса, зрители разделились. Практически поровну они собрали. Но мы, посовещавшись, решили, что коллекция Александра настолько интересна, настолько солидна, что мы посвятим ей один из следующих выпусков. А у меня правило. Без подарков в гости я не хожу. И Александра ждут призы, которые ему вручат при встрече. Так что конкурс Виолити «Моя коллекция» побеждает Кирилл. Кирилл с коллекцией приставок. И мы уже отослали ему приз. Давайте посмотрим, понравился ли он ему. Виолити, как победители, прислали мне вот такую замечательную коробку с полной призов. Давайте же посмотрим, что здесь внутри. Вот такая вот карточка с главным ведущим. Коллекционируйте историю вместе с Виолити. Это Дмитрий Жогов, автор и ведущий программ о коллекционированиях. Здесь у нас такая вот записная книжечка. Тоже с логотипом Виолити и с Димой. Дальше. Дальше у нас ведет такая вот сумка. Сумочка тоже с логотипом Виолити для денег. Кстати, мне такая не помешает. Я люблю путешествовать и эта вещь очень мне нужна. Тем более она под цвет моего рюкзака, кстати, для путешествия. Очень классно получилось. Мне очень нравится. И самое главное, что качественно сделано. Очень качественно. Качественный материал. Спасибо. Приятно. Буду теперь носить. Дальше. Дальше у нас футболка, судя по всему, Виолити. С логотипом Виолити. Размер XL. Качество тоже хорошее качество. Мне нравится. Толстовка. Худи. Худи Виолити. Я очень люблю, вообще, худи. У меня их низко видов и киберпанк, и по космическому баскетболу. Теперь еще будет коллекция от Виолити. Так что хочу поблагодарить сайт Виолити. Хочу поблагодарить Диму Жогова за конкурс. Мне было приятно участвовать. Мне было интересно участвовать. Спасибо вам, все, кто проголосал за меня. С Новым годом, Рождеством и Рождеством вас. И дай Бог вам всем здоровья. До новых встреч. До свидания. А мы начинаем нашу, как говорила Стаббендер, раздачу слонов. И надо сказать, что не все загадки отгадали. Что интересно, те, что я считал легкими, вы не отгадали. А те, что казались мне сложными, раз, и отгадали. Вот хотя бы. Мы были у коллекционера ковбоев и индейцев Юлия Житника. И он загадал вам следующую загадку. Пусть назовут четыре фигуры Дзи, редко встречающиеся. Я думал, вопрос-то легкотня. И ценителей этого коллекционирования индейцев и ковбойцев на Виолите хватает. Так что с легкостью ответят. И я просчитался. Ответили на вопрос вот таким образом. Вот Димон или Даймонд пишет. Дзи раненый, магистр, плюс лучник, плюс еще какой-то рыцарь. И вот, внимание, правильный ответ. Отгадка. Раненый индейец, восьмой. Фараон с полностью пролитым копьем. Магистр и лучник. Вы назвали трех из четырех. Были почти близки к победе. Но, увы, не сказали слова фараон. К сожалению, пролетаете. Подписывайтесь на канал Виолити, ставьте лайк и узнаете еще массу интересного. А мы продолжаем смотреть интересные луты на Виолити. О, олимпийский мишка с мячом. Три сантиметра миниатюра. Он совсем крохотный. И стоит недешево. Десять тысяч гривен. Его даже уже купили. Тут я не могу не вспомнить о самой маленькой коллекции в мире. Самая маленькая коллекция в мире находится в Армении. Принадлежала она еливанскому мастеру Эдуарду Казаряну. К сожалению, он умер. Его наследие – это множество миниатюр, разглядывать которые можно только через специальные сильные увеличительные стекла. Эдуард Казарян, кстати, по профессии скрипачий. Поэтому свою коллекцию он начал с миниатюрной скрипки размером 15 миллиметров. А затем он смастерил караван верблюдов, которые свободно проходили через игольное ушко. Всего на счету Казаряна более тысячи работ. Его микро-шедевры дарились и Сталину, Хрущеву, Хошемину, Хонекеру, Рокхеллеру, королеве Англии, Незавете Второй и многим другим. Существует легенда, что согнущая на балконе лисовая зеннышко, на котором по заказу Лура Казарян нарисовал копию картины Айвазовского «Девятый балл», было проглочено налетевшим голубем. В итоге был потерян плод трехмесячного труда. А мы продолжаем оглашать победителей. Директор музея 20 века всего пропитанного ностальгией задал нам следующую загадку. Часы-ходики, начало 20-х годов. Вопрос простой. Кто изображен на этих ходиках? Кто на этом портрете? И верно, на эту загадку ответили... Барабанная дарарарап! Евгений Гайдай написал следующее. На ходиках нарком Григорий Иванович Петровский, человек, в честь которого назвали прекрасный Днепропетровск, был одним из организаторов чудовищного голодомора в Украине и в той же Днепропетровской области, которая до сих пор носит его имя. Такой ужасный человек в таком прекрасном видео. Спасибо вам, Евгений, за ответы, за добрые слова в отношении нашего видео. Историческая правда рано или поздно становится известна благодаря таким людям, как вы, в частности. Я тоже недоволен названием улицы, на которой я живу. И по мере сил борюсь за то, чтобы ее переименовали. Сообщите модераторам свой адрес или сразу напишите мне на электронный адрес Прозектор Собака Укрнет и получите подарочки от Виолити. Подписывайтесь на канал Виолити, ставьте лайк и узнаете еще массу интересного. Кстати, самая первая коллекция в мире, документально зафиксированная, была коллекция растений. Конечно, даже первобытный человек что-то там уже собирал. Скальпы врагов или наконечники для стрел. Но переписи не делал. Владельцем первой коллекции был заядлый коллекционер Алистотель. Он собирал и описал большое уникальное количество растений из многих стран. Естественно, что основным его поставщиком был сам Александр Македонский. Один из любимых отделов сайта Виолити лично у меня энтомология. Это бабочки, жуки, скорпионы. У меня в коридоре висит, кстати, кивсяк. Это насекомое, от которого дрожь по коже. Хотя большинство из них совершенно безобидны. Коллекционер зачастую больше знает о предмете своей страсти, чем ученый. И намудрено, что часто в своей коллекции хозяева оставляют учебным заведениям. И те, конечно же, с благодарностью их принимают. Так, Дэвид Рокфеллера, финансовый гений, с детства занимался коллекционированием насекомых. При этом его коллекция насчитывает около 150 тысяч видов. Но самое интересное, что именно он открыл три новых вида насекомых. И один из них, редкий скорбейн, найденный в горах Мексики, назван его именем. Диплотаксис Рокфеллери. 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 Ладно, и так сойдет. Свою коллекцию Рокфеллер завещал Гарвардскому университету. Подписывайтесь на канал Виолити и ставьте лайк. А следующий вопрос вам зрители задавала чета Филипповых. Помните их замечательную коллекцию кукол? Вопрос звучал так. В честь празднования 200-летия США произошли два интересных события, с куклой Барби. Первое. Это то, которое позволило ей стать в один ряд с Микки Маусом и Кока-Колой. И второе. Это то, что гарантированно позволит кукле Барби оказаться в будущем. Назовите два этих события. И вот ответ. Пишет Зил Зил. Добрый вечер. В который раз огромное спасибо за увлекательное и интересное видео. Спасибо. Ответ к вопросу о кукле Барби. В 200-летие США кукла Барби была отнесена наряду с Кока-Колой и Микки Маусом к культурному наследию столетия. Кукла стала символом самодостаточной самоценной европейской женщины. Также кукле Барби наряду с копией декларации независимости и прочими национальными реликвиями США нашлось место заложенной капсуле времени. Что гарантирует ей возможность преодолеть временной рубеж и оказаться в будущем. Уважаемый Зил Зилыч, поздравляем вас с победой. Связывайтесь с модератором или же сразу пишите мне на мой почтовый ящик. Я упакую вам кучу подарочков от Виолити. Подписывайтесь на канал Виолити, ставьте лайк и узнаете еще массу интересного. Самая дорогая и ценная коллекция в мире это коллекция патентов на изобретение Томаса Эдисона. Ее стоимость просто не поддается оценке, даже приблизительной. Эдисон является автором многочисленных важнейших изобретений. В течение жизни он получил 1093 патента. Заслуженный изобретатель и главный электрик мира Томас Эдисон изобрел сотни приборов, которые работают по сей день. Они изменили мир. Телефон, граммофон, систему электрического освещения, даже слово «Алло». Алло, галочка? А теперь вспомните, как и вопрос задавал директор Одесского музея казакства. Скажите назву предмета, который является одним из символов влады отомана, или кошевого отомана, или гетьмана, который всегда был в походах, и один из элементов этого предмета был выготовлен из кинского хвоста. На этот вопрос целых три ответа, и все правильные. Но самым первым был Биг Скул. Он пишет. Отгадка к музею украинского казакства Бунчук. Поздравляю вас! Связывайтесь с модератором или пишите мне на почту. Ссылка в описании. Не забываем, подписываясь на канал Виолити и ставим лайк. И, возможно, вам повезет так же, как Биг Скул увлекался коллекционированием и первый космонавт. Вот на этой фотографии он чинит или рассматривает фигурку слона. А рядом стоят еще фигурки фарфоровые или из дерева. По-моему, шива. Но доподлинно известно, что Юрий Гагарин собирал кактусы. Подобное занятие в те времена было для советского человека несвойственно. В СССР вообще мало что знали о суккулентах. Однако именно благодаря Юрию Алексеевичу этот вид коллекционирования постепенно обрел популярность и в Союзе. Конечно, известному человеку легче собирать коллекцию. Позвонит Гагарин капитану парохода и скажет, слушай, друг, привези мне аленький цветочек, в смысле кактус. То за счастье посчитает Гагарину-то богатому человеку, такому как Рокфеллер, легче собирать коллекцию. Он за жуками мог и в Африку на выходных сгонять, половить там с очком. Или значительно легче собирать что-то, если ты президент. Или на худой счет жена президента. Бывший президент США Рональд Рейган создал целую государственную структуру, задачу которой уходило искать на аукционах пасхальные яйца, которые коллекционировала супруга президента Нэнси. А у нас сейчас вопрос от талантливой мастерицы города Одессы. Напомню, она делает кукол котов и медведей в стиле стимпанк и их покупает весь мир. Она задала такой вопрос. Маленькая загадка для всех зрителей. В каком фильме первый раз появился механический человек? В каком году и как фильм назывался? И вот он правильный ответ. Струковец, Струковец, правильно как фамилия произносится. Первый механический человек в фильме «Метрополис» 1927 года. И вы свяжитесь с модераторами, либо сразу пишите мне на мой адрес, он внизу, видео под описанием. А тот, кто не выиграл приз, не участвовал в УГТАКе, предчувствую, как кусаете вы себе сейчас локти. Вопросы-то простые. Кричите, я мог бы отгадать. Я же скажу, не расстраивайтесь. Впереди еще будут розыгрыши. Смотрите канал «Виолити» внимательно и ставьте лайк, не забывайте. Я сейчас сижу на сайте «Виолити». Иной раз бывают очень любопытные лоты, когда смотришь и решаешь для себя, делать ставку или нет. И тоже нервничаешь. Меня аж трясет. Вот, например, мегалот-коллекция игрушки СССР. Ёлочные игрушки, педальные машины, грузовики, лошадки и так далее. И тут на фото мы видим стеллажи со старыми игрушками. Очень похоже на склад игрушек Одесской киностудии. Только там побольше будет. Очень интересный лот. Он был продан за 100 тысяч гривен. Причем хозяин сказал, ничего дополнительно фотографировать не буду. Хотите, покупайте. Хотите, нет. Может, нас сейчас смотрит тот, кто купил этот лот. Так расскажите, оправдал ли он ваши надежды. Кстати, об Одесской киностудии. Я уже год уговаривал киностудию избавиться от вещей, которые у них на складах просто загнутся. От сырости, плесени, от ветрости. А они эти вещи снимались в знаменитых фильмах. Не понимаю, почему бы их не продать. Все равно через год-два все спишут и вывезут на свалку. Так лучше продать на Виолите. И денежку пустить на музей Одесской киностудии. Вы меня поддерживаете, господа коллекционеры? Ковер с фильма «Старик Хатабыч» или гитара, на которой играл Сыроежкин. Вы бы не отказались приобрести, ведь верно? А я говорю, что долго не выдержу этого горя. А я продолжаю свой рассказ о коллекциях и коллекционерах. Тут на сайте Виолити я обнаружил в числе проданных уникальную вещь. Это фрагмент стального корпуса лайнера «Титаник». К нему прилагался и сертификат аутентичности. Я расскажу, почему он действительно уникальный. Организовывать подводные экспедиции к «Титанику» – очень прибыльное и рисковое занятие. Рисковое потому, как навигация вокруг обломков «Титаника» очень осложняется из-за сильных течений. Кроме того, в подобных экспедициях всегда есть риск запутаться в лабиринтах корпуса. И, наконец, «Титаник» исчезает. Определенный бит микробов настолько проедает металл, что он превращается в лакопыли и рассыпается при первом прикосновении или даже при колебаниях воды. Через несколько лет от «Титаника» останется лишь ржавое облако воды. Предприниматель Джордж Тулак вложил 20 миллионов долларов в то, чтобы поднять артефакты с «Титаника». И он окупил свои расходы достаточно быстро и получил огромную прибыль. С учетом того, что он уделился заработать даже на угле, поднятого с лайнера. Его упаковывали в маленькие коробочки, продавали за 25 долларов. К примеру, спасательный жилет ушел с молотка за 55 тысяч долларов. На самый дорогой лот, связанный с «Титаником», это чертежи лайнера, которые были выкуплены за 220 тысяч евро. Жаль, что фрагмент корпуса «Титаника» уже продан. Есть серьезные подозрения, что в дальнейшем таких артефактов будет меньше и меньше. И они будут дороже стоить. И снова прокол. Снова мы откладываем при сторону. Вы не отгадали загадку от мастера миниатюры Евгения Капуки? Про него вы наверняка смотрели наш ролик. А вопрос был такой. Была такая ГДРовская фирма, называлась она «Пластикарт». Достаточно в те времена поставляла нам новые хорошие модели. Так вот, загадка заключается в том, что авиация у них делалась в масштабе 1 к 100. А вот кто скажет, в каком и какой самолет делался в другом масштабе? Не 1 к 100, а вот в каком масштабе и какой самолет. Где делись на такие моделирования? Я не верю, что их нет на Виолити. Вот заходим на сайт Виолити. Смотрим. В прошлом году продавалась коробка. Коробка. От модели москвича. Коробка. От игрушечной советской машинки. За... Фух, я с духом соберусь. За 9 тысяч гривен. Почему эта пустая коробка стоит столько же, сколько настоящий москвич? Я не знаю. Но следило за лотом 60 человек. То есть знающих людей полно. Я... А они не отгадали. Эти знатоки миниатюры. Я просто диво даюсь, как они не отгадали. Но поехали дальше. Подписывайтесь на канал Виолити. Ставьте лайк. Узнаете еще массу интересного. И, наконец, последняя загадка нашей мастерицы, художницы по историческим костюмам Натальи. Напомню, она спрашивала вот что. И хочу загадать свою новогоднюю загадку для зрителей Виолити. Очень часто в своей работе, когда я делаю вот такие вещи, я использую лепнину. Так вот, моя загадка. Какой состав я использую в создании этой красоты? И правильно на этот вопрос мастерицы ответил Сергей Иова. Крахмал и силикон строительный. И Сергей Иова абсолютно точно сказал, чем пользуется мастерица при создании костюмов. Итак, победители. Евгений Гайдай. Зил Зилыч. Биг Скул. Строк... Стр... Шо ты ржоса? Кру у него под руку. Биг Скул. Стриковец. Сергей Иова. Еще раз поздравляю победителей и пакую вам подарочки. А вы связывайте со мной через модератора или пишите мне на адрес. Он внизу под видео. Подписывайтесь на канал Виолити, ставьте лайк и коррекционируйте историю вместе с Виолитой. Господа, значит, наступил Новый год. Мы будем снимать... Какие коллекции? Значит, у нас есть коллекционер фотоаппаратов, коллекционер икон, но еще с ним надо договориться, коллекционер, конечно же, футбольных карточек. Что это тут свистит такое? Коллекционер футбольных карточек, коллекционер женского белья, коллекционер... И чего там еще? Какой-то у нас еще был коллекционер, а? Я не помню. А, монеты, монеты! Точно! О!